Доброго дня, уважаемые завсегдатые клуба Алексея Козлова, а также те, кто собрался в него впервые. Специально для вас видеоафиши клуба на вторую неделю апреля. Начнем с понедельника, 8 апреля. В этот вечер сцена клуба будет отдана Московской школе искусств Musical Wave, музыкальная волна, ее отчетному концерту. В педагоге школы известные профессиональные музыканты, преподаваемые стили от классики до металла, но главное не это. Главное, что 8 апреля вы сможете увидеть будущее нашей музыки. А после похвалиться, что, например, такого-то корифея джаза вы видели еще вот таким, и уже тогда он выделялся. Ну и, разумеется, вы сможете узнать о школе Musical Wave, так сказать, из первых уст, от ее педагогов и учеников. А после устроить в нее своего ребенка, ну или пойти учиться самому. И это будет правильно. Начало концерта в 19.00. Вход по системе Pay What You Want. Плати сколько хочешь. Следующий день нашей афиши – вторник, 9 апреля. В этот день перед вами будет феерить проект «Самбатырия» матерого барабанщика Артура Газарова. Будет этакий концерт-мастер-класс перкуссии, базовый стиль – латино. Артур отлично известен по работе с Леонидом Агутиным, а внешне похож, на мой взгляд, на Егора Шилова, героя фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Внешне такой же суровый, но стоит Артуру улыбнуться. В общем, ясно. Кстати, если проводить кинопараллели, найдите, пожалуйста, в сети мультфильм гениального Ивана Максимова «Приливы туда-сюда». Там дивная музыка с амбатырией. Во вторник, 9 апреля, такой музыки будет раз в 10 больше. Начало концерта в 8 часов вечера. Вход по системе «Плати сколько хочешь». Дальше у нас в программке 10 апреля концерт джаз-бас театра Алекса Ростоцкого, программа под названием «Угандийский дневник». Основатель Ильер джаз-бас театра, музыкант, художник, продюсер, мэтр нашего джаза и вольт-мюзик Алекс Ростоцкий в прошлом году побывал в Восточной Африке, в Уганде, впитал в себе местную музыку, рассказал о гастролях журналу «Джаз.ру», информационному партнеру клуба Алексея Козлова и сочинил две новые концертные программы «Африка. Любовь моя» и «Угандийский дневник». Первая уже была сыграна в клубе, настала очередь второй. Вместе с Алексом, который сядет за синтезаторы, на сцену клуба выйдут Лев Слепнер, Маримба-перкуссия, саксфонист Тимур Некрасов, бас-гитарист Герман Мамаев и Давид Сагаманянс на ударных. Все музыканты экстра-класса, музыка им под стать. Начало концерта в 20.00. Вход по системе «Плати сколько хочешь». А сейчас про концерт, четверг, 11 апреля. Про Сербию. Современная сербская музыка – это не только Кустурица или оркестр Бреговича, это еще и группа «Эйт». В данном случае «Эйт» не 18, а «Островок на реке». Сама же группа из города Ниж, где резиденция сербского патриарха. Всем музыкантам «Эйт» около 30 лет. Лидер команды Дейен Ильич играет на классическом рояле, который в клубе Козлова есть. Музыка «Эйт» близка к джазу, особенно «Экзебет Плюс», авангардистам из США, плюс немного клубной электроники, немного сербского фолка. На выходе, как говорят критики, джазу – вариант «Нирвана». Мы же просто добавим, что музыка сербской четверки похожа на нашу, на родную, когда не знаешь, послезиться тебе, или улыбнуться, или то и другое сразу. Душевный такой авангард. Начало концерта, как обычно, в 8 вечера, вход по системе «Плати сколько хочешь». Следующий день клубной афиши – пятница, 12 апреля. В этот день будут сразу два концерта. Первый – Алексей Козлов ансамбль «Арсенал», концерт в жанре знаменитых лекций «Живой легенда нашего джаза», или, проще говоря, программа из хитов «Арсенала», где перед каждой пьесой краткий рассказ о ней от самого мэтра. Начало в 20.30, стоимость билета – 500 рублей. Второй концерт пятницы носит название «Опера Найт» и начнется он в 23.30, со полчаса до полуночи. Что такое «Опера Найт»? Это оперный вокал и классическая инструментальная музыка в непринужденной клубной атмосфере. Проект уникальный, эксклюзивный, аналогов ему в России нет. Подробности можно прочитать на сайте клуба или на сайте фонда «Артбит». А здесь стоит сказать, что, пожалуй, главное в «Опера Найт» проект нравится самим музыкантам. Спеть или сыграть в нем – для них радость. публика это видит, на аплодисменты не скупится. В общем, если вы не любите оперу и вообще классику, это излечимо. Вам сюда. Ну, а если любите, тем более. Вход по системе, плати сколько хочешь. Вот мы и добрались до выходных. Суббота, 13 апреля, концертов тоже два. Первыми на сцену клуба в 20.00 выйдут музыканты знаменитого дуэта «Белый острог». Он же «Ту Сибириан» – «Два сибиряка». Так дуэт называют за рубежом. Жанр, в котором играют Юрий Матвеев и Артем Рякушенко, часто определяют, как сплав альтернативного рока, этники и джаза. Мы же в афишах клуба честно написали «нонформат». Ну, а что еще написать, если аналогов у «Белого острога» нет? Если это струнный дуэт, гитара плюс скрипка или мандолина уникален как по мелодиям, так и по их преподнесению, близок к небольшому оркестру. Цена билета на их субботник концерт – 500 рублей. А сейчас смотрим видео. Второй концерт субботы – это третий по счету выпуск нового проекта «Хип-хоп Союз» от авторов постоянной клубной вечеринки «Мэтчиф Шоу». С полуночи и до пяти утра клуб Козлова станет лучшим местом для всех четырех элементов хип-хопа. Ключевые слова – для всех четырех. Выделить их специально поручил лидер проекта – «Мэтчиф». «Хип-хоп Союз» – проект, конечно, молодежный, но не тупой. Уж простите старого старикашку, не для пустоголовых. За что спасибо самому «Мэтчифу», а также битбоксерам, диджеям, танцорам всевозможных стилей. И самое главное – современным поэтам, которые, как старые добрые хребена, будут выступать в общем кругу. Проект открытый, поэтому, если ты смел и умел, вперед! Вход на шоу по системе «Плати сколько хочешь». Да, кстати, пока не забыл. Федор также будет вести нашу видео-афишу и расскажет о «Мэтчиф Шоу» лучше меня. А пока что – видео. Завершает выпуск афиша воскресенья, 14 апреля, когда в клубе также будут два концерта – вечерний и ночной. Вечер с 19.00 до 21.30 отдан весеннему концерту студенческих ансамблей и сталистов джазовой студии «Сиджен Клаб». Студии почти 10 лет, она позволяет совмещать занятия музыки вполне серьезные с работой или учебой. В ее воскресном концерте будут три сета. Первым выступит «Коктейль Пати Бэнд», за ним, после антракта, ансамбль «Ол Айс» во все глаза, а завершит концерт ансамбль солистов студии «Сиджен Клаб». Весь этот джаз будет разным подробностей в афише клуба. И, разумеется, на самом концерте, на котором обязательно прозвучит призыв вступить в ряды студий. Вход на это веселое действие свободный, начало, напоминаю, в 19.00. И, наконец, последний концерт клубной недели. Ночной, воскресный, джазовый, «Санджем» под управлением Николая Моисеенко и его друзей. Николай, возможно, тоже станет ведущим нашей видеоафиши и расскажет про «Санджем» лучше меня, ведь у него в багаже, кроме огромного для его лет музыкального опыта, еще и школа пиара от «Беркли Колледж оф Мьюзик». Поэтому я лишь перечислю основных музыкантов «Санджема». Это сам Моисеенко на саксофоне, Павел Егоров клавишные, Руслан Смага гитара, Александр Кульков и Роман Куликешев за барабанами, Сергей Гейер бас и прелестная вокалистка Марианна Савон. А также все, кто захотят поджимовать вместе с ними. Вход на «Санджем» по системе «Плати сколько хочешь». Начало в 22.00, окончание уже в понедельник, в начале первого ночи, чтобы успеть на метро. «Санджем». Это все. Подробности на сайте клуба Алексея Козлова. «Санджем». 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 Продолжение следует» «Санджем».